Ребят, а перед началом видеоролика напоминаю то, что вышел новый набор ретро-волны, в котором ИС-3, СМЗ, Скорпион, Джи, СУ-100, Игрик и Кромвель-Бе. Ну и конечно же потрясный зеленый стиль, мне он конечно очень нравится. Для того, чтобы приобрести и попробовать этот пакет, нужно перейти на мой сайт, ссылочка будет в описании и в комментарии, пролистать чуть ниже. И тут будет пакет и ретро-волны, и северянин, и два в одном, можете приобрести, там все очень быстро, четко и дешево. Если что, ссылочка в описании. Ребят, всем привет, с вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про Каэр Нарвона. Я тут проанализировал свой канал, посмотрел и про Каэр Нарвона ActionX множество видео. Да, есть видео про каких-то других там тяжей премиумных восьмого уровня, типа Калибана, Чарли Мэйна и тому остального. А про Каэр Нарвона, не знаю, может быть я ошибаюсь, но у меня нет абсолютно ни одного видеоролика, в котором бы я рассказывал про данный танк. А вы, как вы знаете, не понаслышке, я уверен, что это имба-аппарат. Один только ДПМ, чего стоит. Я уже не затрагиваю броню, УВН и какие-то другие характеристики. Поэтому сегодня мы подробнейшим образом поговорим про данный танк. Во-первых, он сам по себе довольно хорош, да, забегу вперед. А во-вторых, ветка, в принципе, суперконя, как никогда актуальная. Играть на том же коне очень приятно. Чифа, я уверен, еще многие не получили. А суперконя почему бы и нет. Поэтому сегодня начнем по порядку. И первое, с чего мы естественно начнем данный обзор, это с брони данного танка. У него здесь с этим более-менее все хорошо. Да, это не какой-то сверхтяжелый танк, который будет отбивать абсолютно все. Но здесь концепция похожа, что на Каэр Нарвона 9 уровня, что на суперконя 10 уровня. Нижний брониз пробивается и выбивается абсолютно всеми. Это проблемная часть и под любыми углами он всегда, даже если под самими какими-то крутыми углами, вы будете выезжать, все равно будет пробивать. Что касается брони верхнего бронениста, он 130 мм. Но данный танк вроде бы как бы и высокий, но верхний броненист, видите, как располагается, он в низину уходит. Потому что здесь вот такой вот еще скос. Если бы он отсюда шел, наверное, лучше танковал. А так, ну, для высоких машин это, ну, действительно вообще не проблема. Для танков, которые будут чуть ниже вас или вы будете на рельефе, здесь уже будут, ну, неплохие миллиметры. Также неплохо справляется, если вот так бортом что-то будет в скользь попадать, окей. Но не более того. Также танкование ромбом здесь довольно удивительная особенность. Во-первых, сами по себе борта не сверхи и космические по 76 мм, где гусеницы там вот 110 практически. Но когда вы будете ставить вот такой ромб, пробивать вас, в принципе, будет легко через каток и через все. Но есть вот такая вот зона, башенная, да, и многие думают то, что, ну, вот как бы туда можно его пробить, оно выпирает. Но на самом деле здесь ждет разочарование. Поэтому, в принципе, танковать на данном танке ромбом можно, но вы подставляете, во-первых, вот эту вот небольшую часть башни. И вот здесь вот как бы такие детали, которые будут пробиваться. Если посмотреть визуальную модель, сильно ли видно там эти выпирающие части? Нет. Но большинство игроков будут вот приблизительно стрелять либо сюда, либо сюда, да, на автомате. Ну и что касается башни, это самое крепкое, самое лучшее, что у нас есть, потому что сам по себе она где-то 250 и танкует она более-менее отменно. То есть с этой башней на восьмом уровне играть одно удовольствие. Пушка у нас на 10 градусов, низ опускается единственное только в заднем секторе на 6, то есть вот здесь, если будете убегать, имейте это в виду. Крышка башни как бы защищена хорошо, здесь 80-90 мм, ну, правила трехкалибра, вы понимаете, какой здесь угол и какой калибр должен быть от 180. Не 10, таковое, даже больше. Таких калибров у нас в игре-то и нету. Ну, комбашенка есть, но выцелить ее крайне сложно. Если танк станет где-нибудь на рельефе, будет смотреть на вас вот таким образом, то она практически пропадает. И пробить его куда-то, если он спрячет нижний бренлист, ну, маловероятно. Только вот в эти какие-то зоны, но, черт побери, их в игре ты вообще не заметишь. То есть даже если включить вот такую вот модель, приблизительно где-то, ну, ниже нужно стрелять вот этой вот части, что ты видишь, да, я не знаю, какую-то выпуклость это какая-то, вот чуть ниже сюда. Ну, ты понимаешь, насколько это сложно. Поэтому, в принципе, пробить данный танк только на голде можно. Поэтому броня действительно, она похожа на чифовскую, я имею в виду по своей концепции, да, не по миллиметрам, не по чуму, а то сейчас начнут комментарии строчить. А именно потому, как она, в принципе, выглядит. Играется он вот приблизительно вот так, как и чиф, и как и суперконь. То есть приезжаешь, взвешиваешься от башни своей и начинаешь разделывать. И то же самое, что у суперконя, что у чифа, здесь все совпадает. А именно, отменишь и ДПМ. Просто отменишь и, чтобы вы понимали, вот у вас просто стопроцентный экипаж. И прокачано только лишь боевое братство. Вообще, без какого-либо оборудования, без ДПК, просто голый ДПМ 2757. То есть это настолько много. Это много, но, в принципе, наверное, даже... Ну, не то, что много, это отличный показатель для тяжа 10 уровня, если вот просто взять его базового. Если вы сюда хотя бы доп. паёк ставите, у вас уже ДПМ в 2, ну, 900 практически. Если вы ставите сюда вентиль, вы получаете ДПМ, ну, 3000. А если вы ставите сюда досылатель, то вы получаете 3300 практически. Ну, 3300 вы получите, если с инструкцией поставите. Там даже практически 3400 будет. То есть, если вы ставите обычное базовое оборудование, прокачиваете боевое братство, ремонт, ну, даже окей, просто боевое братство, вентиль досыл, доп. паёк и инструкцию на досылатель, у вас ДПМ становится практически 3400. То есть, при Альфе в 280, КД 498. Это мега потрясающие цифры, на самом деле. Это очень круто. Вот, действительно, это очень круто. Тем более, если вы прокачаете ещё полевую модернизацию на Карнарвоне, что я обязательно советую, там можно взять ещё дополнительный слот под огневую мощь. И на базовом досылателе вы уже, ну, чуть ли не 3500 можете сделать. То есть, это замечательно, это потрясающие цифры. И многие игроки, конечно, конечно, ставят сюда абсолютно боновое, полностью его фаршируют, как только могут. Хотят получить с него максимальные цифры. Ну, и вы понимаете то, что ДПМ 3552, это на восьмом уровне нечто. То есть, когда все ИС-3 и тому подобные машины имеют ДПМ в районе 2000, да, там, Львова относительно или какие-то другие машины, ты понимаешь, что, ну, окей. У нас ДПМ в 3550, у нас точно 0.29, у нас время сведения 1.99, плюс можно сюда ещё стабилизатор поставить. Либо, кстати, вы можете сюда поставить, в принципе, ну, типа турбонагнетателя, даже вполне. Почему? Потому что у вас сама по себе уделка неплохая. Вот, получите максималку, там, ну, чуть ли не под 40, да, и с этим можете играть. Тем более, когда вы прокачаете полевую модернизацию, вы здесь можете выбрать дополнительный слот не под огневую мощь, а именно под мобильность. Ну, и получить, соответственно, более улучшенные характеристики в плане подвижности. Плюс, что я советую вкачать в полевую модернизацию, это плюс 7 к сохранению набранной скорости, с этим 100%. Трогать отстройку параллакса, либо притирку шестерней наведения, я не советую, потому что у нас, в принципе, и точность хорошая, и время сведения, и что-то там менять, улучшать одно, убирать другое, ну, как бы туда-сюда. Я, наверное, ну, не посоветовал бы это делать. Ну, и последнее, там вы можете, конечно, поиграться, убрать немножко от обзора, у вас обзоры так замечательные, да, при этом вы получите, ну, скажем так, чуть больше уверенности, когда вам будет кидать арта, там, от оглушения, от всего остального. То есть, в принципе, если здесь говорить о полевой модернизации, имеет смысл, во-первых, вы получаете буст по хп, ну, немного, 3%, и того там, ну, 1650 хп получается. Это, между прочим, без закалки, это замечательно. Плюс ко всему, что касается полевой модернизации, во-первых, вы получаете еще какой-то буст для слота, либо под огневую мощь, либо под мобильность, и также я советую на втором уровне вездеходную ходовую, и на четвертом уровне поставить звукоизоляцию, потому что у вас обзор нормальный, там, чуть-чуть заберутся, ничего страшного. И если смотреть на этот танк, ну, окей, должны же быть какие-то минусы. Давайте, может быть, в другое посмотрим. Бронепробитие, 220 на базовом снаряде. Классно ли это? Безусловно, хорошо, окей. Но в чем здесь минус? Минус снаряда в том, что он летает 878, а это не особо, как бы, быстро. И далее то, что у нас калибр, как бы, слабенький, 94 мм. То есть какие-то, ну, бронелисты, там, какие-то детали, которые по 40 мм, по 35, да, и по правилу трех калибров, мы эти вещи пробивать не будем. Плохо пробивать довернутую броню, но что у него отменно получается, это то, если он ставит на каток. Там просто пиши пропало. Раскидывает абсолютно всех. Голдовый снаряд, он мне нравится. Он летает 1100, да, стоит он 4400, дороговато, я считаю, для такой альфы. Бронепробитие 252, тоже не сверхрекордное. Но есть, вроде бы, какие-то минусы, да, со всем этим связанным. Но говорить о них не стоит. Я уже молчу о том-то, что если вы фугас заряете, здесь у него 47 бронепробития, 370 альфы, всяких скорпионов там со 130 пм, и остальных там арт, я не знаю, либо картонную, другую технику раздалбливать, это он только в путь может. То есть, пушка замечательная. Альфа 280, она не чувствуется. То есть, ну, ты, ну, щелкаешь просто как орех. То есть, даже 10 уровень, если ты ставишь на каток, это большая проблема. Большая проблема пробивать карнер вон, если у тебя слабенькое бронепробитие. Особенно на льготе. Да, у него не лучшая маскировка. Да, наверное, он не самый быстрый, но он и немедленный. То есть, он средний тяж. Но он довольно универсальный. Играть на нем, черт побери, приятно. И самое, что не есть приятное, тебе не нужно после всего этого останавливаться на 8 уровне. Ты с таким же кайфом, как играешь на 8 уровне, ты можешь его оставить в ангаре, получить 9 уровень, а потом прокачать 10 и играть на 10. То есть, здесь, в принципе, да, понятное дело, что 5, 6, 7 уровень, это сомнительные варианты всякие там, Черчилль, Блэк Принцы, такое себе. Но все, что потом начинается на кап, да, Карнер Вон, Супер Конь, там, и все-все-все остальные машины, они как бы, ну, хорошие, действительно хорошие. И я считаю то, что это, наверное, самый сильный ТТ-8 непрокачиваемый. Ну, точнее, непремиумный. Среди всех тех, кто есть прокачиваемые машины, это, наверное, очень приятный танк. Так же, как и ИС-2, вариант 2, да. Вот, есть КВ-4, который там с хорошей броней, там, со всем остальным, с круговым, там, не знаю, неплохим прям бронированием. Но этот аппарат, он очень сбалансированный. Он хорош, как и поездить. Да, наверное, не самый лучший вариант, но все-таки. Он очень хорош для того, чтобы прокачать хороший экипаж для 10-го уровня. Он хорош для того, чтобы понабивать урон. Он хорош для того, чтобы потанковать, в принципе, от башни, да, поуполнять какие-то ЛБЗ и все остальное. И он, в принципе, и в игре-то позиционируется, как тяжелый танк универсальный. И вот он очень классный. У меня, на самом деле, вот не так много машин, непремиумных, которые мне очень-очень нравятся. И вот на 8-м уровне самая моя любимая восьмерка, которая не премиумная, ее можно чисто взять прокачать, это Кэр Нарвон. И, как я и говорил, если бы вот можно было делать прем-танк, на 7-м уровне я бы однозначно бы сделал из обычного танка Т-29 премиумным и оставил бы его себе в ангаре. На 8-м уровне это Кэр Нарвон. Танк идеально подойдет что новичкам, что опытным игрокам, не знаю, там, вот любым абсолютно он. Танк на любой вкус. Вот, честно, раньше он был, да, действительно неинтересный, такой себе, но сейчас это довольно интереснейший аппарат. Он не самый, наверное, простой парень будет в прокачке, вот, потому что, ну, 6-й, 7-й, 5-й уровень, это нужно потерпеть и такое себе удовольствие. Также, когда вы его прокачиваете, вы получаете не самое лучшее там стоковое орудие. Ну, там хотя бы 239 брень пробития. Эта пушка, ну, очень похожа на ФВ-201, А-45, по-моему, если я не ошибаюсь. Может быть, это даже и есть она, я могу ошибаться. Вот, она там еще на Шерманах стоит, на Блэк Принцах, на Центурионах и на всем остальном. Потом тебе нужно топовую башню прокачать, а только потом ты уже можешь прокачать орудие. Но в любом случае играется оно замечательно. Поэтому я данный танк рекомендую. Ставлю ему твердую пятерку из пяти и, наконец-то, у меня появился, скажем так, гайд на моем канале по этому танку. Но вы пишите свое мнение в комментариях, считаете ли вы этот танк лучшей прокачиваемой восьмеркой среди, в принципе, СТ, ПТ, вообще без разницы. Играли вы на нем или нет? Ну, и не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать свои комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова